Всем привет, с вами Диктофон и сегодня поиграем в игру под названием Blunts TD Battles 2 и в этой серии я хочу купить нового героя. Как вы видите, я накопил 3000 монет, а это значит, что пора действительно закупиться. Так, я отыграл кстати немало игр за Квинси Гвендолин и только сегодня увидел, что у меня почти одинаковое у них количество опыта, то есть у меня прям почти одинаковое количество игр на них сыграно и сегодня я хочу именно купить Обина Зеленонога. Посмотрим, что он из себя представляет. Траш леса, духи леса пробудились. Блин, прикольно. Самое еще классное, что у них можно же будет потом прокачивать вот эти вот способности, а они как бы открываются за опыт как раз таки. И если мы прокачаем полностью, то у него появится новый образ. То есть вот у Гвендолина он будет вот так выглядеть, а вот у Квинси такой. И поначалу я много денег тратил как раз таки на прокачку, вот видите, опыта. У Гвендолина я много уже прокачал. То есть довольно таки пока что бесполезные вещи и я их, ну я на это тратил собственно. А сейчас решил все-таки попробовать купить Обина. Лучше уж сначала куплю героев всех, а потом буду тратить деньги на что-то другое. Так, выбираем мы конечно же его. Я хочу, а, я хочу еще карту поменять. Блин, пески времени. Ну ладно. Так. Какая у него насмешка мне интересная. Ого! Интересная на самом деле. Блин, прикольно. Так. Ниндзя, алхимик и шпилькомет меня собственно на это устраивает. Это моя основная команда, пока что я ей хожу. Точнее как, играю. Не сказал бы, что я прям ей побеждаю, это знаете, раз в раз. О, еще там анимации прикольные. Так, мне теперь интересно сколько он будет стоить. Квинси, че в воздухе застрял? Че игра и начинает? О, все. Пошло. 650. Кстати, как раз столько же, сколько нам отдают в начале игры. Но все же в начале игры мы сначала поставим шпилькомет, потому что без него реально ничего у нас не получится. Так. И конечно же надо без остановки ему отправлять шары. На удивление почему-то он мне это не делает. Отправляем мы шары для того, чтобы увеличивать свой доход. Но и сейчас главное как можно больше это все сделать, чтобы нам потом игралось легче. Так. Смотрим, пока вроде бы чего-то я не понимаю, почему нам ничего не отправляют. Он еще и продал шпилькомет, а потом новый поставил. Чего он творит? Так, давайте вот опина прямо вот сюда поставим. Вроде довольно хорошее место. Смотрим вообще, что он будет из себя представлять. Поставил я его, конечно, раньше времени, только, ну, что потому, что он успел прокачать уровень. И мы потом во всей красе его увидели. О, нам, кстати, наконец-то начали отсылать. Ну, почему-то мне кажется, что он довольно-таки поздно начал этим заниматься. И я даже уже немного сомневаюсь, успеет ли он как-то догнать меня в этом. Еще у него довольно-таки нестандартная расстановка башен. Ну, как по мне. То есть, я бы так точно бы не стал делать. То есть, как-то в конце, в конце опыта, мне кажется, ему только хуже будет от этого. Только вот я насчет один с бумерангами даже не знаю, что она может делать. То есть, по-моему, она как-то не это. Кумпляж-то не пробивает. Ничего такого. Так. Потом будем просто идти и смотреть пока что. Доход свой увеличивать. Потом, если будет прям все так хорошо, доход будет такой невероятный. И можно будет просто прокачивать уровень нашему Обину за счет этого. Так. Колючие кусты. Да, кстати, можно будет потом использовать его скилл, как раз, который у нас сейчас открылся. Так. И, если честно, на данный момент я думаю, что, похоже, я в игре сделал слишком громкую музыку. Ну да, ладно. Надеюсь, что она не так сильно будет мешать. Если что, после этой игры чуть-чуть ее уменьшу. Просто у меня она действительно очень громкая. И не знаю, какая она у вас будет по итогу, но я поначалу такой подумал, блин, в заставке такая песенка красивая. Хочу, чтобы вы ее тоже услышали. Те, по крайней мере, люди, которые не играли. А тут что-то, бац. Я орю. А, у него еще, кстати, этот... Снайпер есть. Ну, снайпер это прикольно, да. Снайперы тут очень полезные. Я их вот несколько раз видел. Тем временем у нас уже доход превысил отметку 850. А нет. Это неплохо. Ближе к девятому раунду я начну копить. Может даже уже сейчас, в принципе, начинать. А коплю я вот на обезьяна-мага, чтобы его прокачать. И все это именно для двенадцатого раунда. Потому что на двенадцатом раунде у нас открывается возможность отправления камуфлированных шаров. А это довольно-таки опасная вещь. И как раз-таки некромант довольно-таки хорошо с этим справляется. Так. Нам надо бы еще девятьсот монет. Но мы должны успеть накопить на некроманта, к счастью. И... так. О! Прям, знаете, максимально вовремя у нас что-то вышло. Если мы им попробуем отправить... Кого бы нам только сделать? Давайте вот самых обычных. Потому что снайпер не успеет так их всех забить. Так как у них только снайпер с камуфляжем справляется. А если здесь большим количеством... Ну мы победим. Вот видите, как надо. На тринадцатом раунде у нас появилась возможность. Я просто посмотрел, что... Один снайпер у него совсем не справится. И уходился за это. Так, правда, у нас тут, к сожалению, нету серии. Нормально. Получили еще опыта у Обина. Много довольно-таки. Еще сейчас тунду, кстати, сможем открыть. Блин, прикольно. Так. Самое обычное, к сожалению. Ну да ладно. Хоть что-то. Деньги. О, ниндзя. Обин. Офигеть. Все, что нам надо. А теперь аж восемьдесят надо копить. Это, конечно, много. Так, давайте я тут зайду. Видите, у меня почти музыка и звуки на минималках стоят. Вот так я, наверное, сделаю. Мне кажется, что так будет намного лучше. И тем временем у меня всего 33 кубка. А мне бы хотелось то. Конечно, это я прям что-то много хочу. Ой. Тут уже все началось. А, давайте пробуем эту карту. Также идем за Обина. Ну, состав давайте тот же оставим. Правда, я так и не успел использовать ниндзя. Хотя, желательно бы его использовать, так как я хотел вам прокачать липкие бомбы. Это по нижней линии. Там он как раз таки будет хорошо справляться с дирижаблями. Ну, с которыми как раз таки проблема у большинства игроков в конце игры. Я, кстати, один раз почти доживал, ну, до самого конца. Там был он. Я прям сюда хотел зон. Просто в игре максимальное количество раундов это 40. Я доходил до 40-го раунда. А там был этот зонг. Зонг. Как он там? То есть зеленый прям, жесткий довольно-таки, который блонд с ТД6 на 80-м уровне выходит в раунде. И с ним я, к сожалению, не справился. Ну, мой как раз таки соперник, он мне вообще ничего не отсылал. И под конец я тоже ему ничего не отсылал. Он, видимо, просто хотел понабирать опыт для обезьяны. Я был не против. И тут я просто слился этому зонгу. Ну, у меня и выбора другого не было. Я как-то вообще почему-то не хватало мощи на тот момент. Сейчас я, конечно же, уже буду по прокаченней, чем тогда. Так. Что у нас тут? Вот, теперь синел усилились. Будем их отсылать. Можем еще обе на поставить. Наверное, куда-нибудь вот сюда. Пускай он бьется вот с этими шарами, которые у нас стартово отправляются. Потому что они всегда обычно слабее. Герои в самом начале у нас не такие сильные. Я только что удивился, что его удар аж сквозь стену полетел, чтобы ударить желтый шар. Вот это рвение в бой, вот это одобряю, вот это нам надо. Так, второй уровень у него. Нам отправляют желтые шары, и я даже не знаю, выгодно ли это сейчас ему так делать или нет. Просто как по мне, я нашел примерную тактику, какие шары надо отправлять. С самого начала мы отправляем красные шары, потому что их сразу же по две. Ну, то есть по два этих шара. При этом они будут очень быстро отсылаться. Они будут давать побольше дохода. И после того, как у нас у синего шара появится второй, мы начинаем его отсылать. Сейчас у нас у желтого их два. Следовательно, цена на него увеличилась, их число увеличилось, и доход с них тоже увеличился, следовательно, пропорционально. Если так на все смотреть, и как раз таки они очень ускоренно начинают отсылаться. Так. Что у нас тут? Конечно, если посмотреть на нашего соперника, он там прям вообще трудится, не покладая рук. Смотрите, сколько он там уже всего на это наставил там. Джессик, конечно. Не знаю, правильно ли он это делал или нет, потому что в самом начале-то, если так посмотреть, у нас шары-то самые простые, и у меня один шпилькомет справляется со всем. Тут вот Обин не везде справляется, и вот видите, шпилькомет опять-таки добивает все. И все нормально получается. Отправляю ему сейчас желтые шары, очень много. Отход увеличивается, очень круто причем увеличивается. Скоро, наверное, с раунда девятого опять начнем постепенно копить на мага. Потому что это прям важно для нас. Жить хочется. А многие такие, знаете, прям коварные люди после двенадцатого раунда сразу же их отсылают. Чтобы жизнь медом не казалась. А многие-то действительно к этому не готовы. Получается. Так. Еще чуть ему отошлю. Так. Я подумал, может быть, сразу же тогда ему до некромантов качаем, а потом, если что, огненную стену. Хотя я так думаю, что мы должны успеть накопить на все. Как таковой проблемы у нас нет. А у нашего соперника я заметил тактику, которой пользуются очень многие люди. Что, ну, действительно, очень часто я видел людей, которые отправляют, точнее, в их команде именно шпилькомет на алхимик и деревню. Может быть, это очень сильная, как бы, команда? Ну, пока я не знаю. Ой, как вы видите, все, видео мне капец. Вот про что я вам и говорил. Блин, мне надо было поставить нескольких еще ниндзя. Блин, ну, как обидно. Да, ну, я вам про это прямо говорил, и это и случилось. Ну, как ни старайся, не всегда к этому будешь готов. Мы сейчас можем, в принципе, посмотреть какую-нибудь вещь. Вроде как-нибудь по-другому собрать команду. Ой, кого бы нам поменять? Так. Ладно, давайте эту карту. Она меня устраивает. Так. Чтобы, чтобы... Ничего себе, меня огнем закинули. Но мы в ответ сделаем. Может, попробуем поставить деревню вместо наших ниндзя? По крайней мере, проверим. Как минимум, из-за этого наши шпилькометы тоже смогут бить камуфляж. А это немаловажное дополнение к нашей мощи будет. А со цвинцовыми у нас будет спокойно справляться наш маг. Правда, у нас будет большая проблема с этими. С дирижаблями. Потому что их нам будет действительно тяжело уничтожать. Но мы будем стараться. В этот раз действительно постараюсь довести до того, чтобы до дирижаблей не дошло. До сильных таких. Попробуем задавить морально нашего соперника. Обин в прошлой игре как-то так сильно себя не проявил. Ну, ничего страшного. Когда-нибудь все будет. Прокачали шпилькомет. Теперь нам вообще в ближайшие раунды даже переживать не надо за что-либо. Так, отправлять нам, конечно, надо. Доход увеличивать. Потому что именно на этом доходе и строится вся игра. В целом. Как у тебя все пойдет. Так. Нам пока тоже активно уже все отсылают. Ну, пока нормально справляемся. Гурует один шпилькомет. Это уж очень круто. Как по мне. Только я вот сейчас смотрю и думаю, а куда нам тут деревню-то поставить, чтобы выгодно все было для нас. То есть, если так посмотреть, для мага там деревня-то и не обязательно. Ее можно поставить только для шпилькометов где-то. А вот где? Так. Сколько же нам мы в этих синих шарок отправляют? Он уже и деньги это тратит, чтобы посередине все очистить. Так, теперь мы ему тоже деленное отсылаем. Получаем дополнительные деньги. С этого. Так, обина я сюда вставлю. Просто, чтобы он уже... Может, кто-то прошел. А я даже не заметил. Офигеть, молодец. Талант. Когда говоришь, зачастую пытаешься что-то комментировать, играть, если честно, намного тяжелее. Потому что ты не так сосредоточен на игре, сколько на формулировании своих мыслей. Если я, конечно, бы сидел молча, просто уставившись в игру, я бы, наверное, такое не проглядел. Так. Небольшие проблемы возникают. Как по мне, немного странно поставил обезьяна мага. Но я надеюсь, что его огонь нормально доносит все. А, кстати, посмотрите, у него тоже начали проходить. Только жалко, что именно первая первая кровь или как-то именно у меня. Ну да, ладно. Он тоже деревню поставил. Ну вот кто-то, блин, ненавижу эти деревни. хуже, конечно, с ними. И сам, знаете, вот в деревне сейчас сижу. Я просто понимаю, что, блин, мы без них уже никак. Так, девятый раунд. Это значит, накопитель, вы посмотрите, что он делает. Что он делает? Все нормально? Он продолжает все заставлять. Так, а я думаю, может быть, нам куда-нибудь сюда поставить. Блин, правда, у нас тут с Обином проблема. Вот если мы вот так вот сделаем, то у нас всем здесь Обин тоже будет все видеть. Блин, не видит. А ведь почти. Опять подстава. Нам что-то всем нас мыть не хватает. Вот, теперь у нас есть форсаж. Ну и начнем теперь вот это отсылать. Просто, чтобы получить дополнительный заработок, я как понимаю, все эти снайперы видят камуфляж. Давайте вот тут проверим. Видит ли этот... Да, кстати, а шпилькомет то не видит. То есть вот сейчас вот так мы будем делать. А что это там этот гвиндолин такое жесткое стало? Ладно. Тогда все. Все у нас уходит на заработок. Больше сейчас денег будем получать. Лучше жить будем. Посмотрите, даже здесь у нас ловится камуфляж. очень очень жалко, что именно обин зеленоног не видит этого. Так, я бы хотел еще одну для форсажа прокачать. офигеть, он там всех снайперов прокачал. Если честно, я даже не знаю, стоит ли все это того. Так, теперь можно его тег сделать, посмотреть. Два форсажа, это, конечно, очень круто. сейчас мы еще некроманта и сделаем. С некромантом тоже будет намного проще. Обин как-никак еще прокачивается. Надо, кстати, не забыть про его скилл. Я так думаю, что он нам может когда-то прям очень сильно пригодиться. Так, подсылаем ему тоже немного. Он все продолжает ставить снайперов. Это жесть какая-то. Что он творит? Так. Может подождем тогда 19 раунда, когда у нас появится укрепленный, точнее, возможности отсылать укрепленный. Пока ему, наверное, буду просто вот так вот делать. Типа как отвлекающий маневр какой-то. что я типа так увлечен, увлечен, а потом сделаю вот так вот. И он будет все уничтожить. А если вот так вот? блин, так это слишком дорого получается. Как сложно. Как сложно, если честно. Тогда нам, видимо, придется просто ждать и копить. Но дошло до того, что он реально набрал столько этих снайперов что я в шоке. Ой, немного не топ стайл. Ну да ладно. А если вот этих мы ему кучу будем отсылать? С этими ж только снайперы справляются. Правда их тут миллионы. Вот как назло. Что это такое? Кто так делает? Еще вот таких подсылаем. С ними тоже моментально справился. Ой. А белые наши шары пропали. Так, я думаю, что нам надо дополнительный шпилькомет ставить. Даже вот так вот сделаем. Продадим. Вот тут он как раз видит камуфляж. Надо тут форсаж. А где тут дайте нам еще сделать форсаж. Просто чтобы у нас вообще проблем никаких не было. Правда через два раунда проблемы у всех конечно из нас появятся. Я так думаю, что он уже начал копить на этом. А это же конечно наш любимый черный дирижавын. Невероятный. С которым этот снайпер должен справляться нормально. Как мне кажется, он действительно должен нормально с ним справляться. Блин, может нам 14000 копить? Просто я сейчас понимаю, что если он нам будет править, мы точно мы сто процентов проиграли. обидно смотрю, что у нас именно этот снайпер победит. Поэтому я попробую накопить за 14000 и отслать. Посмотрим вообще, как это будет работать. Давайте, 200 это не так страшно, 200 это не так много. И будем ему еще параллельно вот этих всех отсылать. мешать ему что-либо сделать. Давайте тогда вообще еще свои ускорим. Не будем давать ему какого-либо прохода. Блин, он так нормально справляется. Не так не нравится. он два усиления использовал, понимаете? Что-то прошло. Неужели? Что? Ты все что-либо? Что он мне сердце отправил? Мне не нужны твои сердца. да вот видите вот что нам и отправил. Самая ужасная башня в игре. И нехорошая игра нехорошая мне это не нравится. Так ну блин он еще и вип. Проиграли виперу. Ну это понятно у него знаете ему в разы будет проще получать какой-либо опыт вот это вот все вот а я все-таки хочу попробовать добиться чего-то без доната какого-либо поэтому давайте сыграем еще один бой наверное он будет последний в этом видео я я даже не знаю нет точно другая карта ой эту я так не люблю ладно лучше уж это так я хочу вернуться обратно к нашему ниндзя почему-то мне так кажется что с ним было бы у нас намного больше шансов хотя ему нужна липкая бомба без липкой бомбы ему действительно очень тяжело тоже справляться с кем-либо потом тут как-то вообще знаете тяжело думать о чем-то нормальном здесь с ним наверное правда бы хорошо справлялись снайперы но их надо вкачивать и может быть со временем тоже дойду и начну уехав все прокачивать потому что вот эта вот игра она довольно-таки тяжелая в том плане что тебе не дают расслабиться так что вот все цылаем всего подряд потому что столько тактик столько вот всего и кого бы ты толком не поставил всегда тебе попадется тот человек которому на рандоме повезет и он поставит другого и все это вообще блин грустно от этого мне грустно ну да ладно прикольно зато прикольно может быть со временем мы прокачаемся и сможем даже побеждать людей у которых вип хотя нескольких кстати уже таких побеждал вип все таки она не дает колоссального преимущества невероятного не она дает ну иногда все таки игра может зарешать все твой опыт или еще вот что-то так я тут на всех случаев еще одно поставлю не буду повторять своих ошибок нечаянно желтый шар отправил там даже прошли немного ну да ладно прикольно так уничтожили ну пока опять нормально такие дела музыка веселая в игре у нас давайте чуть прокачаем что ли и быстренько начнем дальше отсылать а орбина тут что нормально у него на самом деле не очень нормально но будем смотреть точно надо будет его поставить куда-нибудь давайте вот так и поставим все таки серия должна быть в честь него а он пока что ну прикольный не нормально но у него нет прям какой-либо такой особенности и надо почитать особенность у него наверное как в игре связанная с друидами то есть если мы его сделали то нам наверное сейчас надо убрать друидов и прокачивать их потому что с ними будет гораздо лучше а против нас человек прям что-то бумерангов прокачивает и не знаю эту тактику и вообще тут тактики не знаю тяжело сложно а я сейчас понял что я постоянно нити шары отправлял и я могу уже давным-давно зеленые отправлять я что-то тупанул но я сейчас немало денег накопилось поэтому буду сейчас без остановки отсылать смотреть нарабатывать доход обратно надеюсь что хоть как-то да будет а то если так смотреть то вроде бы да действительно у меня хуже чем обычно доход именно из-за того что я как-то проглядел а мне опять зеленые отсылают видимо денег ему не хватает а мне из-за того что как бы накопилось сейчас денег не мало так девятый раунд сейчас может быть попробую дохода тысячи возвести и будем начинать откладывать на это прокачку нашего мага так тысячи есть даже вот так вот реально сделаю чтобы если что шары отправлялись в эту сторону и они могли побольше накопиться это было бы намного полезнее так надо еще две тысячи то есть надо три раза подождать когда обновиться а это уже и а так классно пока они стремятся это отправлять фу дождались счастья а смотрите он все равно здесь отправляют а если мы это удалим что будет если ему вот эти отошлем что он серьезно не справляется ну ладно тогда хотя бы закончим хорошо закончили с победой он видимо не был к этому готов а я просто решил так дайте отправить если честно иногда так жалко когда побеждаешь не випером вот сейчас я посмотрел все таки обычные люди как я пытаются честно так спокойно играть а вот виперов вот знаете не жалко так нет сейчас у нас каждый раз это будет появляться у нас какие-то тут появились возможности прокачки кого ну по военному у нас все плохо так тут у нас конечно пелькомет 15 тысяч опыта это уже очень круто я все таки хочу накопить 26 тысяч что у нас с магом а у нас у мага что-то ну да это полезный навык но я тут тоже хочу все таки на некроманта принца тьмы точнее принца тьмы будет у нас тут покруче и видимо у нас появилась возможность что-то обину вкачать 4000 у него да пока не буду тратить может быть будем на удар паренька джонса теперь копить а на этом я наверное буду заканчивать серию к счастью мы хотя бы заканчиваем ее с победой я надеюсь она вам понравилась ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока 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 Продолжение следует...